За казахстанскими модницами сегодня пристально следят в Америке и Европе. Национальная одежда в этно-стиле привлекает ведущих модельеров мира. О том, что есть такая профессия дарить людям красоту, знает швея из Усть-Каменогорска Гайша Бейсенова. Международный женский день она отмечает на работе. В мастерскую заглянул и поздравил с праздником мой коллега Вячеслав Фитлогин. В костюмах Гайши Бейсеновой щеголяют ведущие музыканты и композиторы республики. Она же обшивает и усть-каменогорских оркестрантов. Они знают и наши запросы, и музыкантские наши какие-то тонкости и сложности. Кому-то для духовиков нужны рубашки более просторные. В общем, там масса мелочей, которые нам пришлось бы объяснять. В каждом стишке изысканный стиль. Почерк Гайши высоко ценят и европейские кутюрье. Им особенно приглянулись свадебные платья и чапаны. Мужские чапаны. Тут же закупали не только по Казахстану, а также за границу в Лондон забирали. Шерпотреб Гайша Бейсенова не шьет. Каждый костюм создает сначала в голове, потом рисует эскиз. И только после этого приступает к ручной кройке. Специального образования у нее нет. Зато есть талант и чувство стиля. Я шью свои костюмы с душой, вкладывая в них материнское тепло. Эти наряды – результат бессонных ночей, творческих поисков. Таких швей, как Гайша Бейсенова, в Казахстане по пальцам пересчитать. И своих учениц она готовит основательно. Сначала просто шила вещи обычные. Затем уже начала брать немножко крой. Потом оформление. Научилась вышивать национальные серьги, оформление, стразы, составлять узоры. Под мастерия Гайши Бейсеновой без работы уж точно не останутся. Резюме у них более чем внушительное. Каждый уверен, и их костюмы будут особенно популярны, в том числе на частных выставках. В Америке, Англии, Италии и Нидерландах. Вячеслав Витлугин, Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Усть-Каменогорск. Костюмы дорогие.